царского пути. То есть, никто никаким положением не избавлен от необходимости самому понимать, страдать, любить, ненавидеть и так далее. А если так, то страдания, любовь, ненависть и так далее подчиняются определенным законам, которые мы, как неумолимую орбиту, должны проходить. И поэтому тот путь, который выбрали художники, в том числе Путина, можно назвать так. Он не антигуманистический путь. Он путь восстановления действительного облика возрожденческого человека, то есть человека, который один на один с миром и должен проделать испытания, в котором нет никаких внешних гарантий. И это испытание представляет уникальную ценность. Это испытание я называл внутренним словом или внутренним корнем. Оно имеет уникальную ценность или бесконечную ценность. Кант называл это бесконечной ценностью морального лица. А лицо ведь только мое или ваше. Нет лиц, заданных нормой, нет лиц, заданных идеалом и так далее. Так вот это путь, будем называть так, путь индивидуальной метафизики. Или путь вот той индивидуальной этики, я сказал, этический, гражданский смысл мы выявили. Это путь индивидуальной метафизики. то есть путь испытания мира так, чтобы в этом мире был возможен я, как самостоятельная автономная дистанция. Как лицо? Это и есть метафизик, метафизический акт. То есть, в каком мире, каким должен быть мир, и какова реальность так, чтобы было бы возможно, чтобы в этом мире был я вот этим моей, этой моей претензией, этим моим требованием, этим моим испытанием, уникальным и невербальным. от этого никто ничего, никого не может избавить. Вот, еще один человек, который я хотел назвать, который может вам оказаться ближе, чем Пруст, потому что Пруст все-таки это роман, а вы, кажется, больше склонны к кино и к театру, так это тоже глубоко родственный Прусту человек, родственный по типу испытания. по типу мучений, проблемы, которые он решал средствами искусства в своей жизни. Это французский актер и режиссер, и скорее известный как теоретик театра, ну, теоретик, возьмите, в кавычки, это Антонан Ахто, который начал то, что он начал как и в 22-м году, в 1922-м году, а в 1922-м году как раз умер Пруст. И я бы сказал бы, по-моему, глубоко ощущению, и то, что я сейчас скажу, не претендует ни на какую филологическую или литературоведческую точность, такое ощущение, что в момент, когда умер Пруст, его душа переселилась совершенно другого человека во рту и совершенно в другом материале все то же самое проделывалось заново. То есть тот же самый внутренний метафизический поиск. А то, как вы знаете, был теоретиком так называемого метафизического театра или алхимического театра. театра, а вот я сейчас сразу просто поискну только по термин, я сказал, алхимический театр, да, а он ведь просто другими словами сказанное то, что я говорил в связи с Прустом совсем другими словами в самых начальных лекциях. Помните, я говорил вам, что текст есть нечто такое, внутри которого рождается личность того, кто этот текст создает, да. А чем занималась алхимия? Вы знаете, что она занималась поисками философского камня или философского золота, которое должно было рождаться какими-то трансмутациями. У алхимиков символы, то есть названия металлов и все химические операции в действительности были символами внутренней жизни и трансформации в ней. Они в действительности пытались рождать что-то в своих душах путем чего? Путем совершенно материальных построений, в случае алхимиков химических. А в данном случае мы имеем в виду более широкое принципиальное отношение к тексту вообще. Текст есть нечто такое, который может породить искомый философский камень. Именно текст порождает. для Арто театр был такой машиной, которая своими сцеплениями организации своей должна была породить что-то особое качество души или особое состояние души. Поэтому он называл театр алхимическим театром или метафизическим театром. параллельно с Арто который был связан хотя внутренним я говорю это то же испытание и запрос к миру который у Пруста Арто внешне связан с сюрреализмом. С Бретоном он участвовал в сюрреалистических манифестах 20-х годов начиная с 24-го года он с ними связан то он с ними то сближался то порывал с ними а вот сюрреалисты тоже участники того что я называл героическим искусством но всего такой социального темперамента тех конкретных лиц которые создавали это движение прежде всего Андрея Бретона он всегда был болен тем что можно назвать соблазн революционности или соблазн социальных преобразований и разрыв между Арто и Бретоном произошел кстати по этому пункту вот характерно сюрреалисты обычно сразу выясняли свои отношения путем манифестов они друг друга отлучали от школы то есть от этого движения сюрреалистического потом мирились так же шумно опять же путем манифестов которые подписывались подписывать манифесты тогда было очень модно в начале века и Бретон в манифесте которым Арто отлучался от сюрреализма употребил характерное выражение что Арто пытается подменить революцию идеи внутреннего преобразования человеческого существа или человеческой личности потому что там лет французское оно означает и бытие и человеческое отдельное существо то есть мы по-русски можем сказать личность обратите на слово сочетание внимание преобразование самого себя или внутреннее преобразование человека в отличие от преобразования массового социального бытия а кто ему отвечал так на это и вот здесь как раз лежит здесь вот та наша точка которую я вам говорил он ему ответил так что мне вся эта ваша революция и вся эта революция в мире если я знаю м